всем привет и мы продолжаем играть карьеру фифа 18 за футбольный клуб локомотив москва поступило предложение от аренды от арсенал тула антона мирончука хотел взять в аренду я думаю это очень хороший шанс для антона поиграть вообще футбол так как в локомотиве он в данный момент у нас редкая заигрывается думаю примем предложение мы вы не обидитесь но как часто бывает все 18 футболисты редко заключают контракты и так что возможно не получится у нас его отдать в аренду гильермо приложение по трансферу но с гильермо интересная ситуация он как у нас с основной вратаре некому заменить его тут без вариантов я думаю будем отклонять предложение так как считаю это будет очень глупо отдавать основного вратаря другую команду и вряд ли он там вообще будет играть так много предложений так веранчук сдан в аренду хорошо так виталий денисов в манчестер сити это то есть он будет сидеть на лавке я так понимаю манчестер сити хорошее предложение 30 лет защитнику можно даже 23 миллиона попросить а давайте попробуем поручить сделаем начальное предложение 22 миллиона максимум 23 посмотрим возможно согласятся на таких условиях манчестер сити сейчас посмотрим если кем заменить у нас денисова так рыбус рыбус у нас есть 28 лет в принципе да есть кем заменить и в случае чего по составу в принципе у нас все очень хорошо играть мы будем дома козырен на нашей стороне вместо ария думаю выпущу эдера так в принципе у нас футболисты достаточно все в очень хорошей форме давайте языки телебарку еще раз попробую вместо игнать его дадим ему шанс так и кирквели вместо печени вича так можно даже коломейца выпустить вместо тарасова так как матч не особо прям что серьезный но терять очки тоже не очень хочется ну и все давайте каряна выпустим на замену вместо атака у нас на каких флангах может играть или только в центре ага он справа может играть давайте тогда сделаем так вместо рыбуса его поставим рискнем причиной часы что у нас может на фланге сыграть выходим на поле интересно будет узнать кого купили наши именитые топ клубы свою команду возможно будет очень хорошее усиление среди зенита и цска даже и спартака возможно так фернандо с мечом будем действовать через фланги через центр даже еще не имею никакого понятия давно не играл на геймпаде будем заново учиться так скажем хорошая статистика сейчас локомотива 7 матчей сыграна в чемпионате есть и 14 забита я считаю это достойный результат как для команды рпл отлично караваев неудачно я уже нажимал кнопку бить он не захотел почему то и можно пробить плохой удар получился первый опасный момент портнягин дмитров димитров подача а здесь очень опасно было портнягин бил не попал в ворота рассыпалась оборона и вот такой вот неприятный момент произошел у ворот локомотива хорошо сыграно денисов штанга здесь добивание будет пустые виталий денисов мог бы забить сейчас 34 минута матча счет по-прежнему 0-0 фарфан передача на эдера лично и здесь в дальней 1-0 забивает локомотив хорошая передача от вернадоши сейчас было здесь оставалось просто переграть вратаря здесь на скорости от защитников ушел эдер и пробил в дальний угол 1-0 закончен первый тайм счет 1-0 пока мне понравилась игра караваева отлично на фланге он действует и уходит в атаку отлично возвращается защиту то есть очень хорошо играет по всей бровке такая вот статистика у нас в первом тайме пять ударов локомотива и соответственно два удара у урала владение мячом 58 процентов на стороне локомотива точность пасов у урала выше будем продолжать второй тайм посмотрим рейтинг игроков у нас за первый тайм отлично играл фернандеш незаслуженно низкая оценка у нас у караваева соответственно эдера 8.2 пока ничего не будем менять как обычно у нас очередной матч из гильбарко проваливает незаметен игрок надеюсь во втором тайме ситуация изменится а здесь проваливается локомотив защите манучарян навес очень плохой навес разгоняется пас еще один удар виталий денисов мимо ворот эдер передача на фернандеша что будет дальше делать денисов дальний удар очень близко было плотный удар рядом со штангой посмотрим снова у нас много уставших игроков под конец матча вместо коломиться вот думаю давайте кариана может быть проверим думаю даже на правом фланге и вместо из гильбарко выпустим игнатьева такая двойная замена у нас будет фланговая кариан с мечом пас на эдера эдер на денисова здесь на игнатьева может пас быть пас удар вратарь спас свою команду не очень сильный удар был вытянулся в струну голкипер коломейцев жуть как устал выпусти вместо него Тарасова он и повыше будет сейчас как раз нам головам нужны высокие футболисты выносит мяч челка но так и не закончена урал с мячом по флангу будет ли навес навес на дальнюю штангу здесь никого повезло то что здесь оказался денисов и перевел мяч в аут точнее гнатьев было похоже чем то с высокой гильермо здесь можно подержать немного мяч и вынести туда подальше заканчивается матч со счетом 1 0 локомотиву было две возможности чтобы забить урала 1 но по игре все заслуженно 3 очка уносит копилку локомотив вот такая статистика в матче у нас 8 ударов локомотив 4 соответственно у урала точность пасов 80 83 с точностью локомотива в этом матче не особо все было хорошо так посмотрим будут ли какие нибудь новые предложения тарасов предложение по трансферу соус гемптон хочет купить его за 5 100 отклоняем предложение слишком маленькая но к тому же тарас у нас основной футболист в команде итак посмотрим кого же приобрели наши клубы видим главную сделку кейн переходит из тоттенхэма в реал мадри за 84 миллиона ройс переходит из боруссии в челси и кулибали из наполе в псж очень мощные трансферы локомотива бы столько денег так приложение достигнуто манчестер сети за 23 три миллиона триста тысяч евро все-таки согласился купить у нас виталия денисова принимаем предложение теперь главное у нас зайти в состав чтобы не напуталась многое выпустим рыбуса сюда и лысого на замену таким составом будем играть видимо если предложение все-таки пройдут так волкот переходит из арсенала в лион в настоящем футболе он сейчас в эвертоне играет как раз против арсенала недавно сыграли 5-1 хорошо проиграли так анжи видно усиляется арсенал тулов кроме рунчука никому так предложение по трансферу опять бёрнли английские клубы видимо очень заинтересованы нашими футболистами отклоняем предложение так виталий денисов у нас продан 18 с половиной миллионов уходит к нам не вижу смысла в этой трансферное окно приобретать каких-либо футболистов считаю то что локомотив нужно заиграть у нас всех игроков которые сейчас есть и потом посмотрим какие слабые места и на те позиции приобретем игроков я так считаю как раз через несколько матчей у нас будет следующее трансферное окно и возможно в следующее трансферное окно мы приобретем какого-либо футболиста возможно и несколько итак сейчас посмотрим кого же приобрели наши клубы цска продолжим одиного херерес купили херереса купил динамо москва очень много футболистов ушло из краснодара смолов ушел даже и никого они не приобрели в принципе это для нас очень хорошо а вот ростов усилился так тосно не приобрели никого тут не интересно так локомотив у нас 12 миллионов мы потратили 32 получили а само приходит в рубин усиливает рубин свою команду паулиньо приходит за миллион триста но я таких не знаю какой именно паулиньо промы с поповым уходят точнее ушли уже крич ты и смольников ушли из зенита просто все фланги зенита ослабли очень серьезно следующий матч у нас с эвертоном насколько я помню первый матч в лиге европы локомотива очень сильная группа попалась эвертонберюги и колтасарай будет очень сложно с ними выступать предложение сборной отклоняем нам оно ни к чему сейчас все мысли только с локомотивом должны быть и нельзя тренировать две команды чтобы они очень хорошо выступали вдвоем ротенберга хотят купить принимаем предложение считаю что это бесполезный игрок в нашей команде в будущем я планирую стримы по этой карьере за футбольный клуб локомотив москва если кому-то интересно будет то оставляйте комментарии стоит ли проводить трансляции или нет я отвечу на все обязательно в общем всем пока